Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Последнее время я долго не выходил с видео. Люди уже начинают беспокоиться, спрашивают, как у меня дела, не случилось ли чего. На самом деле ничего не случилось. Я живу и... Ну и не случилось и случилось на самом деле, потому что, посмотрите, мы живем в условиях самоизоляции. Это очень серьезно. И я думаю, вот, так сказать, смотрю, да, еще и кризис кругом, нефть скачет, непонятно, что делать. И все люди сидят дома, и поэтому, в общем-то, ну мне просто некогда, некогда мне болеть. Не то, что некогда болеть, то есть я по уши загружен всякими вот этими событиями, я весь в новостях сижу. И, кроме того, я все подумал, думаю, как бы вот, блин, куда-то хочется уехать и снять откуда-то репортаж из какого-то эпицентра коронавируса, что там происходит, как вот города вымерли все. А потом вдруг я подумал, а вот она, Москва, у меня под боком, в которой тоже свирепствует коронавирус. И интересно, как там. Вот. И звонит мне в субботу Иван Родионов оттуда из Москвы, говорит, слушай, приезжай срочно. Говорит, надо срочно снять там интервью, несколько интервью, приезжай прямо вот завтра, это он в субботу позвонил, в воскресенье, приезжай, говорит. Я такой, блин, еще тебя не хватало. Просто смотрите, ну, он говорит, телеграм-канал надо срочно организовывать, я тут, у меня новый бизнес по созданию телеграм-канала, по заработку через телеграм-канал. Говорит, приезжай, давай я тут вообще весь там. И, короче говоря, ну, мне это интересно, во-первых. Во-вторых, я хотел снять интервью из Москвы в эпоху коронавируса. Ну, в общем, я собрался и в воскресенье поехал в Москву. Вот, вы видите, сейчас я въезжаю в Москву по Ленинскому проспекту. Вы понимаете, что я живу на юго-западе, соответственно, от Москвы, где-то в районе 100 километров. Вот, я въезжаю в Москву, и сейчас мы будем ехать, мы проедем с вами по Москве в эпоху коронавируса. Вы увидите, вы видите, что машины ездят. Никто меня не задержал на въезде, абсолютно. То есть, у меня сороковые номера, сороковой регион, не московский. Совершенно спокойно я въехал в Москву. Посмотрите, вот сейчас мы только что въехали в Москву по Ленинскому проспекту, и был поворот на улицу Миклуха-Маклая. Вот только что мы его пересекли, сейчас к улице Обручева едем. То есть, вот, ну, 26 бакенских комиссаров налево, значит, сюда, до Миклуха-Маклая. Вот, и сейчас будет вот налево, не помню уже Лебедева, по-моему, вот, направо, ну, не так важно на самом деле, Обручева направо. Вот, очередной перекресток, вот, ну, вот, посмотрите, машины есть, машин достаточно, ну, как бы, немного, прямо скажем, потому что никаких пробок нет. Вот, все закрыто. Посмотрите, вот справа вы видите эта улица, и людей практически нет. То есть, ну, на машинах ездят, а выходить не выходят. Вот это вот черное здание, которое мы сейчас видим с вами, это торговый центр, торгово-развлекательный центр Рио. Он закрыт. Вот, посмотрите, проезжаем, вот сейчас будет остановка, это проспект Вернадского. Никого людей, вот, смотрите, вот на остановке людей никого, мертвый город. Я вам скажу, что это примерно 4 часа дня. 4 часа дня, посмотрите, никого людей на улицах нет. Я проходил, ну, проезжал по Обнинску, вот, один человек идет, вот, мы видим, да. Я проезжал по Обнинску, ну, в Обнинске, честно говоря, больше людей, хотя по Обнинску и меньше людей с коронавирусом. Вот, ну, вы скажете, не боюсь ли я. Ну, а что, я еду в своей машине, я из нее не вылезал, так сказать, до самого Ивана Родионова. Вот мы сейчас вместе и проедем с этим делом. Вот мы проезжаем Ленинский проспект. Здесь делают эстакаду сейчас реконструкции. Смотрите, ну, люди, которые есть на улице, которых я вижу, это курьеры. Но я и ожидал, что будут курьеры. Я ожидал, что их будет больше, на самом деле, потому что сейчас, ну, как, все заказывают там еду домой через курьеров. Значит, доставка – это курьеры тоже. В основном все магазины, которые работали, они все перешли тоже в онлайн, и можно через интернет все заказать, курьеры все доставляют. Но курьеров тоже оказалось не так много. Их примерно столько же, сколько обычно. Вот, смотрите, автобусы едут, троллейбусы, да. Вы знаете, вот в автобусах, троллейбусах людей, ну, там 2-3 человека едет. Вот, я просто заглядывал специально посмотреть, сколько там народу едет. Ну, немного там народу едет. Смотрите, вот все, вымершие люди практически отсутствуют. И вот практически все люди, которых мы увидим, это будут курьеры. Ну, по крайней мере, достаточно много их будет. Вот, мы с вами проедем по Ленинскому проспекту прямо, пересечем Садовое кольцо, по улице Якиманки проедем, мимо Кремля проедем, по Охотному ряду мы проедем с вами мимо Лубянки. Вы увидите, что там практически нет людей. Видите, ну, пробок нет абсолютно, все спокойно. Смотрите, едут грузовички. Кто такие грузовички, что они везут? Вот, это всякие строительные ярмарки, они тоже перешли, они все закрыты, они перешли на онлайн-режим, можно сделать заказ и все. Вот там справа прошел курьер от Яндекс.Еды. Вот, сейчас мы вот через какое-то время проедем. Тут я заметил, что остановки, они, так сказать, там, ну, пустые, во-первых, а во-вторых, какие-то они вымытые, и там прямо вот свежая вода. И скоро мы увидим одну остановку, которую вот прямо сейчас моют. Вот, видите, остановки пустые абсолютно. Вот автобус, ну, тут не видно, я заглядывал в него, там два человека сидит в этих троллейбусах. Троллейбус это был. Вот, сейчас мы скоро увидим, как моют остановку, то есть для дезинфекции. Ну, люди из Москвы просто поехали по дачам, по всяким, ну, подальше отсюда. Вот перед нами тоже грузовичок, он мне, так сказать, нервы портил. Портер, он везет цемент какой-то. Тоже куда-то на стройку заказано, видать. То есть такси ездят, мы видим, да? Вот, ну, людей, людей нет. Я приехал к Ивану, я вез ему свежих продуктов там всяких. Ну, я говорю, слушай, а если остановят, что делать? Нужна легенда. Он говорит, ну, скажи, что ты едешь... Я у Ивана спрашиваю, ну, а как же быть там? Легенда нужна какая-то. По какой причине я еду? Он говорит, ну, слушай, давай это самое, ты скажешь, что едешь там маме помочь, она старенькая, чтобы она не выходила, так сказать, везешь продукты. Я решил, что, ну, Иван тоже, в общем-то, так сказать, наверное, сидит без продуктов. Я, он же холостяк. Вот, думаю, ладно, отвезу ему свежих помидоров заодно, там, огурцов. Мы с ним забацали салат в результате шикарный. Ну, вот, поэтому я вот для полноты картины везу с собой огурцы, помидоры, потому что, если гаишник скажет там, ну, скажет, что там у тебя в этом самом, что ты бабушке везешь, а везу я бабушке там кучу видеоаппаратуры, штативы и сам при галстуке. Ну, нормально, да? Вот, ну, как бы вот так. Вот, посмотрите. Вот там стоит машина спереди, она моет остановку. Сейчас мы это увидим. Вот курьер пересек нас, Яндекс.Еда, вы видите, да? То есть это Москва, воскресенье, 16 часов. Вот, видите, вот машина моргает и моет остановку человек в этой самой. Вот он моет из Керхера остановку, видели, да? Вот так. Людей нет. Ну, что я могу сказать? Иван придумал идею зарабатывать деньги через телеграм-канал. Ну, эта идея не нова, на самом деле, я давно это хотел. Но все, то ли руки не доходят, то ли еще что. И вот он своей бешеной энергией такой звонит, говорит, приезжай, мы тебе сделаем телеграм-канал. Будет все, значит, там подписчиков туда, значит, я организую. Там 10 тысяч подписчиков у тебя будет. У тебя такой контент вообще бомбический. Давай, значит, ты пропиаришь меня, я пропиарю тебя. Приезжай. Ну, и, собственно говоря, вот я еду и снимаю параллельно репортаж. Кроме того, я постоянно, смотрите, внезапно в пятницу вдруг появляется информация, что нефть, ну, вся информация о том, что нефть будет падать, 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 потому что она никому не нужна. Она может упасть там ниже 20 долларов, она уже 22 доллара. И в своей опционной стратегии я поставил, что нефть будет, ну, не больше 25 долларов, там, значит, после 25 долларов у меня там, в общем-то, так сказать, падение. И вдруг внезапно в пятницу нефть взлетает до 35, потому что вроде бы американские производители сланцевой нефти начинают говорить, что надо бы договориться, и что они готовы сократить добычу нефти на 10%, и поэтому надо созвать срочно вот ОПЕК плюс и плюс США. И Трамп что-то там, так сказать, как бы разговаривает со всеми. Ну, и я думаю, ну, и не взлетает. Я поэтому начинаю судорожно двигать вот эти вот свои позиции, сдвигать опционные, поэтому, ну, это все стоит денег, это все стоит нервов, конечно же. Я читаю информацию, смотрю, все акции начали уже расти. Это тоже, как бы, я смотрю, блин, так сказать, коронавирус, вы видите, да? Это вот я еду в эпицентре России, в эпицентре коронавируса, а что творится, значит, в Америке, потому что в Америке-то сильно больше всего этого. Вот, в Испании, в Италии тоже, так сказать, там все позакрыто. И посмотрите, все закрыто, вообще все. То есть, как это будет? Люди не выходят, люди не тратят деньги, люди не ходят в магазины, люди не ходят в париквакерские, люди не ходят в торговые центры. Никто ничего не поставляет. Все замерло, и при этом акции почему-то растут. Вот, ну, как-то странно все. То есть, я вот весь в напряжении, и поэтому я, ну, в общем-то, не доходили руки до того, чтобы снять видео. Но что, опять же, со мной, смотрите. Я живу-то в городе Обнинске, и у меня прямо вот за окнами лес. И каждое утро я хожу 5 километров по лесу. Кто мне запретит? То есть, да, режим самоизоляции. Да, нельзя выходить, но в лес-то. Вот, можно. И там у меня тропа, и, в общем-то, там по этой тропе ходят все соседи. Мы здороваемся. И вечером второй раз тоже ходим туда же. И, собственно говоря, и вечером те же самые соседи тоже ходят. Потому что, ну, а что делать? Надо как-то, ну, физическую какую-то активность. То есть, еще вот поэтому, ну, как бы, у меня все хорошо. То есть, я держу себя в хорошей физической форме. Выходим мы только в магазин, естественно. Руки моем постоянно. Вот. Ну, тем не менее, физической форме поддерживаем. Ну, и вот это вот напряжение, конечно, последних дней, оно дает о себе знать, все, так сказать, информации кругом и так далее. Вот. Сейчас мы уже где? Ну, мы все еще едем по Ленинскому проспекту. Еще не доехали даже до площади Гагарина. Ну, приближаемся уже. Вот метро Ленинский проспект скоро будет. Ну, смотрите, вот один человек на остановке стоит. Ну, вообще ничего. Да, вот сейчас будет памятник Гагарину. Мы увидим с вами. Вот. Так. Продолжаем ехать. Да, вот он, памятник Гагарину спереди, видите, да? Стелла, вот эта площадь Гагарина. Ну, вот, вот гаишники кого-то остановили. Я думал, что это приезжий какой-то. Думал, что меня могут остановить. У меня сороковые номера. Нет, там номера 199. Как бы ничего такого. Никто никого не останавливает. Дороги пустые. Кстати, это произошло в воскресенье. Сегодня вторник. Во вторник я сегодня тоже ездил в Москву. Ну, не совсем в Москву. Я ездил на Хабино. На склад я возил туда этикетки. Ну, то есть у меня полиграфический бизнес еще не совсем умер. Вот. Фирма, которая занимается производством спецодежды. Это такая, ну, очень крупная компания. Вот они вышли на работу. Они мне позвонили. Говорят, ну, мы будем выходить на склад там, ну, по необходимости. Значит, мы тебе сообщим, когда мы выйдем. Я говорю, ну, давай сообщайте, я готов в любой момент приехать. Вот они сказали, что во вторник выйдут. И сегодня я ездил в Москву еще раз. Ну, снимать было нечего, потому что я в Москву, в принципе, не заезжал. Я ехал в Нахабино. Это Новая Рига. Вот. Вот больница. Не помню, как она называется. Это Ленинский проспект. Он сейчас заканчивается. Ну, видите, да, вот Ленинский проспект уже вот ближе к Садовому кольцу. Все пусто. Вот. Ну, я отвез на склад этикетки, выгрузил, сдал. И, собственно, вернулся. Больше ничего. И зачем куда-то высовываться? Вот. Ну, его нафиг. Вот. Ну, вот посмотрите. Вот так вот выглядит. То есть, ну, вроде бы людей нет. Я не знаю, что люди делают в Москве. Вот. Ну, в основном, конечно, они постарались все выехать. Кто куда, на дачу. Ну, на даче тоже делать нечего. В общем, я не знаю. В этих каменных коробках сидеть и не выходить, это ужасно, мне кажется, друзья мои. Это вот просто депрессняк полный. Я думаю, что, в общем, перебор с этими мерами карантинными, вот, мне кажется, лично, уж лучше бы переболели, чем вот так. Потому что вот так вот это будут депрессии, это будет все, что угодно. Ну, мне кажется, это только хуже будет. Вот. Мне нравится, как шведы. Шведы никакого карантина не объявляли. Просто на сознательности все. Там ничего не закрыто, по крайней мере. Ну, вот, сейчас мы Октябрьская площадь пересекаем. Это вот поворот мы видим на Садовое кольцо туда уходит. На проезд Апакова, по-моему, там называется он. Вот Октябрьская площадь. Достаточно известная. Вот мы проезжаем здесь. Вот это белое здание огромное. Это Министерство внутренних дел. Церковь. Там дальше тоже Министерство внутренних дел. И, по-моему, там какое-то что-то от Центробанка было. Ну, вот это вход в метро. Дальше Французское посольство идет. Вот такое красивое здание. Вот оно сейчас, комплекс зданий Французского посольства. Вот оно, красивое историческое здание. Что у нас дальше? Дальше Якиманка улица. Это самый центр Москвы, понимаете? Вот, смотрите. Самый центр Москвы, Якиманка. Сейчас будет Каменный мост, Болотная площадь. Все пусто. Но я не скажу, что эти улицы переполнены людьми обычно, но, по крайней мере, побольше, конечно, людей ходит. Вот сейчас мы проезжаем Якиманку. Слева там магазин Гиминей. Слева президент-отель. Все пусто. Ничего не работает. Ну, а куда выходить, собственно говоря? И выходить-то некуда. Что тут ходить? Вот. Вот, поворот на Полянку сейчас будет. Направо. Ну, а нам налево, левее на Каменный мост и мимо Кремля будем ехать. Вот, если прямо за этими домами, вот, там, которые вдалеке, там Третьяковская галерея где-то в переулках. Вот. Вот, проезжаем Полянку. Направо Полянка. Все пусто, смотрите. Все пусто. Автобус пустой. Вот было видно, да? Вот. Москва-река. Или это канал, я не помню уже. Вот. Да, это канал обводной. Вот, Болотная площадь. Проезжаем. Пусто абсолютно. Видим, да? Вот. Вот Большой Каменный мост. Въезжаем. Видите, Кремль. Все пусто. Здесь обычно люди, ну, по крайней мере, фотографируются на фоне Кремля, постоянно ходят. Ничего нет, вы видите, да? Ничего нет. И здесь обычно, ну, и пробочка такая, и машин всегда много. Сейчас вот абсолютно свободно. Тут вообще просто без всяких задержек, без всяких тормозов проезжаем. Вообще никого, видите, народу? Вообще никого. Посмотрите, вот. Вот. Гаишная машина стоит, всех разгоняет от Кремля. Это въезд в Кремль. Вот он, памятник Владимиру. Все. Проезжаем. Это Горбачев-центр слева. Вот. Вот. Здесь ресторан Тарас Бульба, по-моему, ну, какой-то украинский. Вот. Корчма, что ли. Вот. Проезжаем. Налево там поворот на Арбат, на Воздвиженку. Ну, там пусто. Тоже. Вот гостиный двор. Справа от нас Кремль. Здесь всегда полно народу. Ой, не гостиный двор. Господи. Я все путаю, на самом деле. Как это называется здание-то? На охотном ряду. Ну вот, гостиница Москва. Это охотный ряд. Комплекс подземный. Направо там Красная площадь. Я хотел, честно говоря, на Красную площадь пройти туда, но я вот просто сейчас проезжаю, посмотрел на вход на Красную площадь, он перекрыт. Вот здесь всегда народу хватает. Вот. Ну, как бы они там на площади ходят, на этом, где охотный ряд. И вот дальше там, ну вот, самое туристическое место, самое посещаемое. Слева Тверская. Вот. Ну, как бы тут нет въезда на Тверскую. О, один человек прошел. И тот, по-моему, полицейский. Вот, посмотрите. И вот там вот вход на Красную площадь, он перекрыт. Дальше Театральная площадь будет. Слева от нас Госдума. Здание Госдумы. Оно просто полностью перекрыто. Все абсолютно пусто. Вот. Это гостиница Москва. Известная. Тоже пусто. Слева от нас сейчас будет Большой театр. Справа Театральная площадь. Вот она. Пусто. Посмотрите, пусто. Театральная площадь пустая абсолютно. То есть никаких туристов, никто не ходит. Вот какой-то там дворник и все. Людишки вот идут. Смотрите, кто-то в масках, кто-то не в масках. Я скажу вам так, честно говоря, по-моему, больше половины ходят не в масках. Больше половины где-то. Я сам тоже без маски. Как-то глупо. Да мне кажется, я то ли переболел, то ли у меня иммунитет хороший. То есть, короче говоря, если я переболел, то я не заметил этого. Вот так. Ну вот. Здесь... А, это был Four Seasons, по-моему. А, нет, вот это Four Seasons или там Метрополь. Не помню уже, как эти отели называются. Вот. Ну вот она вот. Сейчас уже Лубянка. Вот здесь где-то отель Метрополь. Да, мы только что его проехали. Вот Лубянка. Это торговый центр Наутилус. И мы сворачиваем с Лубянки на новую площадь. Вот здание ФСБ у нас. Желтое такое. А белое вот это здание Политехнического музея. Мы видим. Вот. Сейчас проедем администрацию президента. Она тоже абсолютно пустая. Никаких одиночных пикетов, как обычно. Нету там ничего. Полицейские здесь ходят, дежурят. Вот полицейские ходят здесь. Да. То есть, они где-то здесь были. Вот. Вот это серое здание. Это администрация президента Российской Федерации. Здесь я где-то однажды нос к носу столкнулся с Песковым. То есть, как бы, я искал офис, там, здание. И мне сказали, пройдешь кафе такое. Вот. Я такой раз, вот оно вроде, вот кафе. Значит, раз, стою перед кафе, и, значит, дверь открывается, и мне Песков, Дмитрий, прямо вот нос к носу. Я там посмотрел на него, он на меня, ну, как-то. Ничего не сказали, пошли. Ну, вот это вот новая площадь тоже. Здесь, ну, раньше компартия была, сейчас не знаю, что. Ну, тоже какие-то правительственные здания там. Вот мы проезжаем уже новую площадь всякую. Налево с ретинкой идет направо Варварка. И мы сейчас выезжаем на набережную Москва-реки. Устинская потом набережная будет там. И, ну, я уже и скоро приеду. Ну, здесь тоже, посмотрите, вот она, Китай-город, да, стена, вот здесь парк Зарядье, вот прямо здесь, вот он. Все пусто, вообще ничего нет, естественно, вот. Ну, вот у меня тут светофор. Зеленая стрелка, поворачиваю. Посмотрите, ну, здесь всегда есть люди. Ну, вот я еду, собственно говоря, вот в это здание на Устинской набережной, вот эту вот высотку. Там живет Иван. Вот, собственно говоря, посмотрите, все пусто. Вот здесь тут точно всегда народ бывает, потому что, ну, Москва-река как-то гуляют, не знаю, где тут гулять, собственно говоря, ну, вот, бывают люди. Ну, вот, собственно, в принципе, мы подъезжаем уже к месту, сейчас надо поворачивать налево и к шлагбауму. Ну, вы видите, да, все пусто, людей нет живых, но машины ездят. Вот, ну, собственно говоря, мы приехали. Вот. Конец связи. Вот так выглядит Москва. Ну, на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok